Сейчас будет что-то с чем-то, друзья! Обогащёночка! Всем привет, это Айс, он же Василий Хрусталёв, и сегодня мы играем в Формулу-1 2016. Наш небольшой кооп-чемпионат вместе с Алексом Шеликом за команду Феррари. Мы находимся на экваторе сезона, три трассы позади и три трассы впереди. Напоминаю, что голосование за последний этап всё ещё идёт, поэтому, если вы ещё не проголосовали, пожалуйста, пройдите по ссылочке в описании ролика, ну или просто на предыдущее видео коопчика, и проголосуйте там за одну из четырёх трасс. Возможно, именно вы решите исход этого сезона. Трассы Алекса и Шелика подошли к концу, впереди только три моих этапа. Это Сингапур, который будет сегодня, СПА Франкошам, Бельгия, и вот как раз-таки тот самый неизвестный этап. В общем, мы начинаем Гран-при Сингапур. Я беру баланс. Я на самом деле тоже баланс, почему? Я думаю, это верное решение. В настоящей Формуле-1 прошёл первый этап Мельбурн, Гран-при Австралия. Более подробно я, наверное, о нём поговорю в своём следующем видео, ну то есть, которое будет завтра. Ну а сегодня так, немножко поделюсь впечатлениями. Очень мне понравилась гонка. Конечно, я ожидал, наверное, побольше обгонов. Их было не так много. Сходы дистанции были, но все они были в основном по механическим причинам. То есть, никаких крашей особых-то и не было. По-моему, вообще не было крашей. Только вот на старте это небольшое столкновение. Дико обидно было за Алонса. Это был просто пипец, на самом деле. Мне прям было больно смотреть на то, как он доезжает последние круги, его обгоняют, и он просто заканчивает этап в боксах. Это прям вообще очень-очень не круто. Ну и, конечно же, я был дико рад за Феттали, за вот этот супер-питстоп фееричный. Это была квинтэссенция всей гонки для меня. Инженеры не подвели, тактики не подвели. И Феррари Феттали вышла вперед и умчалась от Люси. И Люси ничего не смог сделать. Сразу же он начал ныть, как всегда, такой, аааа, что там за резина, что за тактика. Выпустили меня не в то время. Ну, короче, как всегда, это вот фирменный характер Люси. Сразу же жаловаться на все, что вот, все дерьмо. Ну, как-то так. В общем, друзья, пишите в комментариях, как вам гонка. Понравилась, не понравилась. Может быть, какой-нибудь определенный момент вам понравился или нет. Пишите в комментариях, почитаю, обязательно отвечу. Мне всегда приятно с вами общаться. Ну, а что у нас тут происходит в нашем онлайн-чемпионате? В прошлый гран-при я нелепейшим образом сошел. Алекс заработал очки. И сегодня я постараюсь, постараюсь, приложу максимум усилий, чтобы отыграться. Ну, хотя бы хоть сколько-то очков отыграть от Алекса. И хоть как-то заработать очки для команды. Выезжаем из последнего поворота и начинаем наш быстрый круг на ультрасофте. В предыдущее свое время я поставил на суперсофте. К сожалению, не смог его улучшить, так как каждую следующую попытку мне мешали другие пилоты. Алекс говорил практически весь круг, поэтому я оставил его без комментариев. У нас последние повороты, мы сумасшедшие улучшения делаем. И 1.44, седьмая позиция. Ну, конечно, могло бы быть и лучше, но все равно неплохо. Я думаю, этим временем мы обеспечим себе проход во второй сегмент. Наблюдаем за Алексом Шеликом. С вертолета, между прочим. Ему очень сильно сейчас повело задний мост. Ему нужно показать быстрый круг, ему не нужно срезать. Потому что сейчас он 22-й и быстрого времени ему показать так и не удалось. Из-за того, что каждый его новый круг ему засчитывали срезку. И сейчас все решится. Войдет он или не войдет во второй сегмент. Ведем его, ведем его в последних поворотах первого сегмента. И вот он он, вот он он. Последний выход. Здесь можно сильно потерять из-за любой ошибки. И я не прошел следующий сегмент. Итак, мы находимся в третьем квалификационном сегменте Гран-при Сингапур. К сожалению, Алекс не смог пройти третий сегмент. Да и во второй тоже у него были проблемы со срезками одного и того же поворота. И по итогу резина у него умерла. И он улучшил, но недостаточно хорошо. Поэтому я один представляю команду Феррари. И вот сейчас мы отправляемся на наш первый быстрый круг в третьем сегменте. Впереди последний поворот. Атакуем по максимуму, выжимаем газ. И первая позиция. Итак, Гран-при Сингапура начинается прямо сейчас. Старт. Мы стартуем с пятой позиции. Росберг начинает атаковать Рикьярда. Нас вытесняют. Будут объезжать-то? Да сколько надо пропустить-то? Во! К сожалению, у нас вытолкнули. Можно так сказать, выдавили с трассы. Из-за этого нам пришлось пропускать. Очень много времени потеряли. Но я думаю, мы это компенсируем сейчас. Я думаю, догоним, пока вот этот плотный поток идет. По крайней мере, нам не засчитали ни одной срезки, ни одного превышения пределов трассы. И это очень сильно радует. Надо сейчас собраться. К сожалению, на прямых мы будем не так быстры. Но зато в поворотах мы будем прессинговать очень эффективно. И это вот уже сейчас заметно. Интересно, как Перес вышел на четвертую позицию. И вот мы уже атакуем Рикьярду. И удачно. Он нас немножко бортует. Но мы уже впереди. Мы вернули нам нашу пятую позицию. Ооо, Перес уезжает в боксы. Что-то у него какое-то повреждение. Ребята впереди. Смотрите, как далеко уехали. И все почему? Потому что мы тормозили. Опять нас немножко вытесняют. Пытаются вытеснить. Но мы точно так же будем обороняться. Ну куда ты так сильно толкаешься-то, а? На более выгодной траектории мы находимся. Поэтому Рикьярда не может нас обойти. На прямых сильный прессинг, а так норм. Ну, я потихоньку прорываюсь наверх. Стараюсь быть максимально аккуратным. Поэтому не отвлекайся на меня, не отвлекайся. Сейчас будет атаковать. Боремся с ним бок о бок. Пока что у меня получается. Как дела? Как там, на какой позиции, а то мне просто не показывают. Четвертое, четвертое. Сильный прессинг от Рикьярда. Ох, Рикьярда сильно разогнался. Но все норм. Ключаю обогащенку на каждый прямой, потому что Рикьярда, ну вот вы видите, что он делает. Но не даем ему, не так легко. Я даже с Алексом переговорить не могу. Вести его в курс дела из-за того, что здесь происходит вакханалия сейчас. Фух, это было очень тяжело. 2.6. Питстоп закончился. Итак, друзья, мы совершили свою плановую остановку. Рикьярда еще на трассе. Так же, как и Ботас и все остальные. Увся вот та группа, которая шла за мной. Мы сейчас должны показать максимально быстрое время, чтобы сделать подрезку. Они не пошли на питстоп на том же круге, что и я. Поэтому их питстоп будет где-то вот прямо сейчас, наверное. Я думаю, что у нас получится. Я сейчас на обогащенке, уйду в минус, стану легче. На свежем комплекте ультрасофта должен, должен показать хороший результат. Пожгли мы нормальную резину сейчас в этом повороте. Но это все для того, чтобы обойти тех, кто в боксах. И какими же мы будем, обойдем мы хоть кого-то. Ботаса обошли. Рикьярда, интересно, в боксах или нет? Побывал? Я думаю, нет. Не забывай, Алекс, что ты еще на другой тактике. Поэтому тебе сейчас главное просто ехать стабильно. Так, друзья, моя тактика сыграла. Рикьярда оказывается позади меня. Ботас его просто-напросто прошел. Скорее всего, во время питлейна. И вот мы догоняем эту группу. Паровозик, который собрал Алекс за собой. По идее, я тебе сейчас хорошо помогаю. У тебя должно хорошо все получиться. Я просто сдерживаю народ. И за счет этого ты сможешь... Да-да-да, соберись, соберись, соберись. Я за тебя очень переживаю. А вот гражданин захотел, как бы, мне помочь. И ударил меня в колесо. Но, слабо говоря, я не развернулся. Более-менее держусь. Сейчас девятый я. Ну, печально, конечно. Алекс, раскисает очень сильно. Если какая-то неудача происходит. Насар, иди отсюда, Насар. Сейчас будет что-то с чем-то, друзья. Обогащеночка. Да, это что-то с чем-то... Мой подломанный спойлер. Я так и знал, что это случится. Сейчас будем атаковать Верлиайна. Уже обогащенка, уже ДРС. Я крутил штраф 5 секунд. Очень тяжело удалось мне это. Этот маневр... По-моему, я даже кого-то убил. Не знаю, получится, нет, Эриксона атаковать. Думаю, нет. Да, он очень быстро напрямой. Зато вот сейчас мы смогли его пройти. Теперь впереди нас только Алекс. Борьба с напарником. У него прямо на хвосте. Если что, я сейчас в боксы заеду. Окей, окей. Олег заезжает в боксы. Масса, и мы массу обходим. Шикарно. Но масса на софте. Он больше не будет заезжать в боксы. И это значит, что он наш потенциальный соперник. И, скорее всего, он выиграет эту битву. Мне так кажется. Я думаю, твоя тактика сработает. У меня на следующем в боксы. На вот этом... Блин, пока Алекс уговорил, меня в задницу броданул кто-то. Впереди Эриксона выезжаем. По моим прикидкам, впереди народу еще предстоит останавливаться, поэтому не расслабляйся. Да ты гонишь! Я честно не понимаю, как эти боты работают. Это я правда не понимаю. Но они, если имеют скорость, хотя бы наверх на 20 час быстрее, то все, они перестают думать и просто едут в свободное место. А то, что там сейчас траектории много снаночного нет, они это не вычисляют и просто едут прямо максимально. И просто толкаются. И мы делаем ошибку. Ну нормально, нормально удержались. Алекс Шелли, как вы могли заметить, сошел с дистанции. Это очень обидный исход. Ох, как меня бьет в задницу. Еще раз бьет в задницу. Вот опять же, что он творил, непонятно. Он тебя по-моему несколько раз зад ударил, еще и сам развернулся. Странно боты себя ведут именно на этой трассе, они максимально странно себя ведут. Если голосование сбудется впереди России, вот там они вообще безумные, чувак. Ну не знаю, я, кстати, когда в Россию ехал, они более-менее корректны были. Передо мной кто-то едет, кто не отображается на мини-карте. Ты видишь его или нет? Перед тобой вроде как Магнусон должен ехать. Да, там Магнусон едет. По-моему, Магнусон далеко, разве нет? Он сейчас поворачивал к следующему поехал, потому что. Сейчас скажу. Окей. Сейчас он входит в поворот, который выходит на прямую двигатель. Значит, слышишь с поворотом. Все, понял. Значит, я его вижу, на мини-карте его нет у меня. Багмен какой-то, не знаю. Технические, технические проблемы. Резина вроде норм, но Сайнс уезжает потихоньку. Да и я подустал, подустал немножко. Ну да, трасса действительно тяжелая. Все время стараюсь не влететь к вам в стену. Еще нужно при этом атаковать. Да, меня скорее Рикьярда напрягает. Который в трех секундах позади. Ну, я думаю, то, что ты должен будешь спокойно держать темп. Как бы, главное, дать ему ДРС, а так, все нормально, думаю, будет. У тебя как отопливать? Что у меня как? Отоплива как? Ну, достаточно. Все, у меня в плюсе, я смогу обогащенку, если что. Ну вот, если будет обогащенка, то, это тоже очень хорошо. Только смотри, чтобы меньше секунды не стало. То есть, когда только он будет приближаться уже к секунде, включая обогащенку. Рикьярда все ближе и ближе. Но игроков все меньше и меньше. По-моему, ребята спереди меня не собираются заезжать в боксы. А это значит, что они сделали тактическую победу. Ух, ребята, у нас проблемки. Рикьярда прямо на хвосте. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть до конца гонки. Закрываем вот так вот Рикьярда. Дерзко, дерзко закрываем. Итак, друзья, мы отправляемся на последний круг Гран-при Сингапура. Рикьярда прямо за нами. Я не буду комментировать. Все, нету Рикьярда. По-моему, я его убил. Можно подрасслабиться в таком случае. Обидно, конечно, что мы седьмые. Я рассчитывал, что Сайнс и тот, кто едет перед ним, поедут к боксу еще. Но, увы, нет. Льюис Хэмилтон побеждает. А эти два парня, которые занимают шестое и седьмое место, побеждают нас в тактической борьбе. Я доволен хотя бы тому, что действительно набрал очки и смог как-то реабилитироваться после той неудачной Гран-при, в которой сошел из-за Квята. Не из-за кого-то другого, а именно из-за Квята. Вот, да. Последние, последние. Минута гонки. Фантастический фейерверк. И последний поворот. Гран-при Сингапура. Клещатый флаг. И да, седьмая позиция. О, боже ты мой. Это было действительно испытание. Это было действительно тяжело, друзья. Я очень устал быть сосредоточенным такое количество времени. Видно, что, скорее всего, у меня не было темпа и рулила тактика с одним пидстопом. Я так хотел пойти на один пидстоп. Вы посмотрите, Филиппе Масса с 12-й позиции, Никки Хюкенберг с 15-й и Карл Сайнс с 13-й. Это просто феерично. Ребята, молодцы. Замечательная тактика. Жалко, что Алекс сошел. Очень жалко. У него тоже была тактика с одним пидстопом. И Джоллен Палмер, смотрите, прямо за мной. 17-й был. Очень классно. 6 очков в свою копилку я забираю и в копилку нашей команды. К сожалению, Алекс остается впереди меня в личном зачете. Но еще есть время, еще есть время его обойти, еще есть время с ним побороться. Ну, а на этом все, друзья. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не забудьте пройти на канал Алекса Шелика, посмотреть, как выглядела гонка с его камер. А еще лучше подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, если вам нравится Формула-1. Завтра нас ждет очередной ролик по карьере за Рено. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok